Приветствую вас, дорогие друзья! В этом ролике я расскажу вам, как превратить обычную флешку в универсальное средство по ремонту и диагностике вашего сервера, компьютера или ноутбука. Многие из нас, особенно IT-специалисты, часто сталкиваются с такими проблемами, как сбой загрузки после обновления, забытые пароли или необходимость сделать резервную копию. Например, даже какой-то вирус вы словили, вы понимаете, что система заражена, вам нужно проверить ее на антивирусную программу. Все это будет сделано благодаря вот такому маленькому инструменту, который будет нам помогать загружать систему, диагностировать и проверять ее целостность. Друзья, досмотрите этот ролик до конца и вы получите отличный инструмент по решению всех вышеперечисленных проблем. На самом деле, процедура очень простая, здесь нет каких-то сложностей, просто делайте все поэтапно, как я, я все расскажу, покажу и в конце у вас все получится. И вы получите отличный инструмент, отличную флешку, удобную. К сожалению, а может быть и к счастью, минимальный объем флешки как минимум должен быть 32 гигабайта. Это ключевой фактор, иначе у вас ничего не получится. То есть флешка, ну дабы сейчас флешки стоят не так дорого, я думаю, что у многих уже намного больше и на 64, чем больше у вас флешка, тем лучше. Поэтому мы переходим на сайт MediCat USB. Здесь вот есть небольшое описание, здесь есть небольшие видеоролики по описанию функционала, но нас интересует кнопочка Windows Installer. То есть мы скачиваем батничек, у меня уже скачена частичная флешка, вот он батничек, вы просто делаете install. Ну давайте так, чтобы поэтапно, я наверное сделаю отдельную папку и сохраню сюда. Следующий важный момент, который следует учесть, помимо того, что ваша флешка должна быть минимум на 32 гигабайта, вам необходимо будет отключить антивирусную защиту. Никаких вирусов, естественно, вы не накачаете, ничего страшного не случится, просто при скачивании будут определенные инструменты, которым не понравится антивирусная защита. Поэтому у меня стоит встроенный антивирус от Microsoft, вот здесь real-time protection, это защита реального времени, вы просто ее отключаете, но у меня все остальное отключено. Всегда должны понимать, что самый главный антивирус это вы сами. Ну что, мы скачали, вот у меня моя флешка уже вставленная, 32-деговая. Переходим в ту папочку, где скачен наш этот, мы нажимаем клавишу shift, зажимаем правой клавишей мыши и запустить от имени администратора. Это важный момент, вот он уже докачивает какие-то файлы, какие-то моменты. Здесь он нас предупреждает о том, что лучше отключить антивирус, и нажимаем любую клавишу для того, чтобы продолжить. Он уже создает, посмотрите внимательно, он уже в этой папочке создает файлы определенные. Здесь у нас лицензионное соглашение. В общем, да. И запускается вот такая интересная штучка, позволяет вам мышкой не щелкнуть, выбрать. Нам нужен Install MediCAD. Многие из вас знают такую программу, как Vintoy. Он позволяет делать флешку мультизагрузочной, мне даже писали комментарии. Вот. И сама система, которую мы сейчас устанавливаем, она сделана на базе как раз Vintoy. Так. Выбираем нашу флешку. Диск. G. Еще раз, дабы убедиться, что мы понимаем, какую флешку выбираем. И вы понимаете, что данные полностью удалятся. Нажимаем Enter. Он нас спрашивает, используя GPT. Да, я соглашаюсь. И Secure Boot нам не нужен. Мы не будем использовать компьютер с этой защитой. Ждем. Можно посмотреть. Он уже с флешкой что-то там творит. То есть, если мы вот еще проводнички, откроем мой компьютер. То есть, он уже назвал ее винтой. Не знаю, пока ничего здесь нет. Так, где наш батничек? Не знаю. А, вот. Если нажать Enter, он отформатировал флешку. Он нас спрашивает по поводу скачивания самих файлов, которые будут записываться. Нажимаем «Да». Как вы хотите скачать? Я выбираю торрент. Торрент клиенты всегда самые удобные, самые быстрые. Сейчас запустится внутри. Да, вот у нас защитник. Ну, я ему разрешаю доступ. Все. У нас пошла загрузка файлов, которые будут записываться. Сейчас мы перейдем вот в папочку нашу. «Диски и программс». Вот, он уже много файлов насоздавал. На самом деле, я сейчас отменю, дабы времени не терять. Непонятно, сколько он будет там скачивать. Все зависит от скорости вашего интернета. У меня скорость достаточно высокая, но все равно ждать нет смысла. Поэтому я сейчас отменю. Мне просто было важно показать вам процесс поэтапный, как у вас будет все записываться. Так, вот он не хочет почему-то закрывать. В общем, я возвращаюсь в свою папочку, где у меня уже все скачано. Можно просто правой кнопкой мыши, либо вот я обычно зажимаю «Shift» и запускаю от имени администратора. Здесь у меня уже после того, как все скачано, он проверяет. «Install». Снова выбираем нашу флешку. Она уже переименовалась, кстати, в MediCAD. Да, это «Disc G». «Yes». «No». В общем, сейчас процесс чуть-чуть будет побыстрее. У меня уже готовы и скачаны файлы. Я надеюсь, что это не займет сильно времени много. Но в любом случае, мне важно показать весь процесс от начала до конца, чтобы у вас было меньше вопросов. Вообще, процедура на самом деле не сложная. Далее просто щелкайте мышкой и все будет хорошо. На своем Boost я сделаю подробную инструкцию. Вот, будет все ссылки. Естественно, все ссылки будут в описании. Поэтому не переживайте. Так вот. Все. Пошел процесс записи. Вот, мы видим, что он создавал уже здесь папочек интересных. Мы видим, что он записывает, создает папки. Пока будет идти процесс, я возьму свою любимую приставку. И поиграю. Поиграю в игры. Если вы не против, я думаю, что вы не против. На самом деле, очень классная штука. Я вообще не ожидал, что Steam сделает такую прикольную штуку. Я думаю сделать полноценный обзор от себя. Если вам интересно, оставьте комментарий, пожалуйста. Ну, чтобы я понимал, надо, не надо. С точки зрения, вот, как IT-специалиста, да, как этот инструмент можно использовать не только как развлечение, но и в работе. На самом деле, это очень крутая штука. Это не просто карманная консоль. Это прям целый компьютер. Целый компьютер. Valve, как всегда, красавцы. Я уже подготовил ноутбук, чтобы загрузиться с этой флешки. У меня на самом деле есть уже такая флешка. И, наверное, скорее всего, я буду загрузиться с нее. Наш ролик такой, это ознакомительный. Что вообще такую флешку, как ее создать? С ее функционалом, я думаю, уже вы сами разберетесь. Там нет ничего сложного. Там все интуитивно понятно. Мы сейчас просто загрузимся. Я покажу, как это вообще работает. Особенно те, кто знакомы с таким ПО, как винтой. Я думаю, вообще будет все легко и понятно. Ничего каких-то там супер-супер нюансов нет. Очень много софта. Я могу пока просто открыть папочку. Вот MediCAD. Очень много. Создалось разделов. Утилиты для диагностики. Life Operations System. Да, вот смотрите, даже есть Mini Windows. То есть это минимальный образ Windows. По-моему, там базы идет десятки. Вы можете на нее загрузиться, с нее там поработать. Кое-какие вещи поделать. В общем, прикольная штука. Очень удобная. Вот ждем. И все. Ура. Мы сделали это. Давайте посмотрим, сколько у нас. Да, практически вся флешка забилась. Я, наверное, сюда даже ничего не смогу сверху записать. Ага, он теперь еще проводит такой небольшой чекап. Так, это он разумнулся на мой сервер. Я думаю, что можно не чекапить эту штуку. Смысла я в этом не вижу. Вот. У нас даже отсюда запустилась утилита. Мы можем прям отсюда вставлять и из винды запускать различные утилиты для работы с нашим компьютером. Но нам это не нужно. Мы это закроем. Я думаю, что клавиша X. Да. Друзья, ну в общем, с ноутбук у меня не получилось загрузить. Ну как получилось, но чтобы продемонстрировать вам загрузку, я немножко взял другую систему. Открывается вот такое меню у нас. У меня не очень такое красивое разрешение. Конечно, у вас может быть оно получше. Но в целом все пункты, которые нам нужны, мы видим. То есть здесь вот есть антивирусная защита. То есть мы можем проверить свой компьютер, не загрузившись в систему. Так, вот здесь различные системы для создания резервных компий. Мне из таких самых знакомых это Acronis True Image. Очень удобно. И вот Rescue Zilla. Очень прикольная штука. Я ее вот в основном пользуюсь. Здесь вот еще много разных. Можно пробовать, учиться, смотреть. Следующее у нас исправление загрузок. В общем, здесь вот различные утилитки для исправления загрузок наших Linux систем, Windows систем. Ну то есть вот здесь короткое описание есть у каждого пункта. К сожалению, загружаться в каждый и исправлять там, смотреть, наверное, мы сейчас не будем. Наша цель была именно вот создать такую флешку. Вот диагностические утилиты, да. То есть это проверка жестких дисков, проверка памяти. Вот еще. В общем, тоже с дисками. Partition Tools. Здесь вот мы можем работать с нашими жесткими дисками. То есть резать, пилить, сокращать. Также, наверное, переносить. В общем, тоже очень много-много утилит. Как и опенсорсных, как и таких коммерческих продуктов. Здесь вот у нас Install Windows. Здесь вот я накидал различных образов системы. Здесь десяточка, одиннадцатая винда, Ubuntu сюда. Ну там просто папка от Simage. И, не знаю, Ubuntu сюда влезла. Password Removal. Здесь вот если вдруг вы там заблокировали свой компьютер, забыли, установили пароль. Вот в принципе утилита должна помочь вам в решении этой проблемы. Windows Recovery. Специальный образ за систем, который помогает нам восстановить загрузку нашей винды. Ну то есть, как часто бывает, вы там устанавливаете свежую систему. Проходит какое-то время. Вы устанавливаете какой-то драйвер, либо еще что-то. Либо вам прилетает какое-то обновление. И у вас синий экран, синий экран смерти, все его знают. Поэтому эти инструменты должны помочь нам в загрузке. Здесь вот Live Operation System я тоже накидал. Здесь вот есть mini Windows 10. Это Windows 10 на минималках, но с большим количеством прикольных программ, которые могут там также выполнять диагностику, антивирусную проверку. В общем, там прямо уже внутри утилитки, которые вот тоже помогают нам при работе с восстановлением системы. Я, наверное, продемонстрирую все-таки загрузку вот этой Windows 10, чтобы показать, что флешка вообще грузится, работает. Давайте сейчас подождем немножко, посмотрим, как у нас пройдет загрузка. Я напоминаю, что это Windows, который образ, который грузится непосредственно с флешки. Он уже там записан, установлен со всеми необходимыми утилитами. Мне кажется, это очень удобно, если вдруг что-то надо резко с какого-то сломанного компьютера, достать быстро данные, проверить его. Подготовка винды. Ну, в общем, вот, добро пожаловать. Добро пожаловать на нашу флешку. Вот, здесь у нас вот список Windows Explorer. Программки, по-моему, сейчас должны открыться. Или вот они здесь. А, ну вот он, PCM Network. А, вот здесь мы можем разрешение поменять быстро. Вот, даже переводчик здесь есть встроенный. Несколько встроенная клавиатура. Много-много всяких знакомых и незнакомых программ, которые тоже так же помогут вам диагностировать какие-то проблемы, произвести его. И даже дефрагментацию диска. В общем, очень классно. Даже можно поиграть в старые добрые игры наши всеми знакомые. Всякие программы так. У нас меня чуть-чуть моргает экран. Вот это захватывает. Которая штучка, она иногда подлагивает. Но я прошу прощения. Другого пока нет инструмента. В общем, посмотрите, сколько у тебя. Я думаю, что людям, которые занимаются ремонтом компьютеров, такая флешка будет очень полезна. Очень полезна. При этом я даже уверен, что если вы возьмете какой-то внешний SSD-диск, я не пробовал, но я думаю, что спокойно можно записать это на внешний SSD-диск какой-нибудь NBME. Когда у меня такая штучка появится, я обязательно это сделаю, проверю. И у меня будет отдельный вот такой инструмент на SSD-диск, чтобы это работало еще быстрее, еще лучше. Потому что у флешек не такие, конечно, скорости. Я думаю, что на этом можно завершать. Пишите в комментарии, обязательно оставьте, что вам еще интересно вообще. Получилось у вас, не получилось. Будет интересно вообще почитать. Дорогие друзья, я вас поздравляю. Вы большие молодцы. У вас получился отличный инструмент, который поможет вам с решением ваших IT-задач. Поэтому оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Также у меня появился Boosty, где я смогу лично с вами общаться на вопросы, связанные с IT, вопросы, связанные по ролику. Здесь не очень удобная платформа. Ну, точнее, YouTube не самая лучшая и удобная платформа для общения с вами. Поэтому переходите на мой Boosty. Я буду дублировать все ролики туда. Плюс там будут появляться еще кое-какие посты. Это все в планах. Поэтому обязательно подписывайтесь. Переходите туда. Если у вас будет желание, вы можете поддержать меня небольшим донейшем. Либо купить мне чашечку кофе. В общем, все ссылки в описании. Как всегда, спасибо. Всем пока. Перечисленных проблем. Все.